Привет, друзья! Сегодня мы с вами собрались для более развлекательного формата, нежели обычно. У Иры с канала «Оставайтесь в креслах» я посмотрела New York Tag. Я так понимаю, он был завязан изначально далеко не на книгах, но вот какое-то воплощение книжное ему можно найти так или иначе. И я подумала, почесала репу и решила, что на практически все вопросы я могу подобрать какую-то соответствующую книгу. Поэтому будет, наверное, интересно. Сразу скажу, такой небольшой спойлер, хотя там будет такой вопрос по мере тега. Была ли ты в Нью-Йорке? Нет, я ни разу не была ни в Нью-Йорке, ни в Америке в целом. Хотя, конечно, очень хотела бы, но теперь это, наверное, мечта недостижимая уже, потому что слишком много надо предложить усилий для того, чтобы этого достичь. Ну и по классике будет очень интересно посмотреть, как вы ответите на эти вопросы, сможете ли вы найти какие-то параллели. Если вы были в Америке, это вообще просто must have. Мне бы было очень приятно пообщаться с вами на этот счет, как вообще ваши впечатления после посещения Америки, Нью-Йорка в частности, например. И хотели бы вы вернуться туда снова, возможно, вы там уже живете. Короче, все интересно и с книжками, и не с книжками, поэтому пишите. Первый вопрос. Это любимая книга, действие которой происходит в Нью-Йорке? Это однозначно город женщин Элизабет Гилберт. Я даже решила вот такую красивую книжку подобрать, которую мне Настя подарила в английском варианте, который я до сих пор не прочитала, но я очень хотела это сделать. Просто не сделала этого по той причине, наверное, что, во-первых, есть много других интересных книг для меня в моменте, и, во-вторых, я не так давно прослушала ее в аудио, и не так много еще времени прошло, чтобы все события оттуда улетучились, из моей памяти я имею в виду. Поэтому я как-то откладываю этот момент, и вообще для меня эта книжка стала просто каким-то открытием, хотя, по сути, в ней ничего особенного не происходит, и, в принципе, история достаточно тривиальна, можно сказать даже. Но за счет юмора, которым она была написана, за счет каких-то вещей, на которых автор делает акцент, мне эта книжка запала очень глубоко в душу, я искренне посмеялась с ней, она мне подняла настроение, она где-то заставила меня взгрустнуть, потому что далеко не все события тут самые радостные. И, в общем, ты просто разделяешь то, что в книжке происходит, и оно становится твоей частью, по крайней мере, в моем случае именно так было. И тут описан тот самый Нью-Йорк, сверкающий огнями, все эти театры, эти бульвары, и, несмотря на то, что в скором времени наступает война, которая сильно выкрадывает вот эти яркие моменты, красивые, изысканные, и, в принципе, сбирает настроение соответствующее у людей, проживающих на этой местности, и, в принципе, у многих-многих других, которые так или иначе даже не участвуют в войне, все равно являются ее частью и претерпевают какие-то лишения, связанные с этим. Все равно Нью-Йорк, который запечатлелся до вот этого всего, он очень ярко всплывает, и тут будет Нью-Йорк также после этого, поэтому, в общем, это Нью-Йорк на протяжении долгого времени, в принципе, Америка на протяжении долгого времени, за которой мы следим, естественно, во главе с нашими главными героями. А в основе тут будет лежать девушка, которая что-то там не поладила с родителями, она не хочет той тривиальной провинциальной жизни, которую хотят для нее родители, поэтому она всячески протестует против этого, ее отправляют как бы в наказание в Нью-Йорк к ее тетушке, которая заведует театром. И в этом театре она раскрывает саму себя, она находит себя, ей очень нравится там, очень много запретных каких-то вещей она находит для себя, которые были бы недоступны ей, соответственно, в провинции, где она проживала, и в той жизни, в связи с той жизнью, которую для нее планировали родители. Раскрывается, в общем, ее жизнь яркими красками, играет яркими бурными красками. И потом мы смотрим за всем этим, вот за всем произошедшим некогда в ее прошлом, от лица уже такой пожилой женщины, которая знает, о чем говорит, которая приобрела какой-то жизненный опыт, наложила его на те свои воспоминания и выдает нам вот какую-то конечную версию, на приправленную как раз тем самым юмором, которая дополняет, наверное, все происходящее, позволяет нам не сильно грустить, когда происходит вот что-то такое не очень, не самое приятное. Короче, книжка прям вот во всех смыслах очень меня затронула. Второй вопрос. Нью-Йорк славен небоскребами. Какое самое высокое здание, в котором ты побывала? Ну, учитывая, что в Нью-Йорке я не была, естественно, об этом городе мы говорить не будем. Первое место у меня это башня Европа, это 327 метров. Там есть ресторан и чуть выше еще смотровая площадка, с которой видна вся Москва, в принципе. И зачастую это слишком высокое место, особенно если повышенная облачность, потому что в этот момент ты даже не можешь увидеть, что происходит внизу, настолько ты высоко находишься. Но мне там очень понравилось. Я там была в момент, когда как раз было безоблачно, еще мы застали закат. Это было просто невероятно прекрасное зрелище, которое я бы с радостью увидела еще раз, наверное, если подобрать правильный день, когда вот тоже подловить закат, вот этот красивый свет падающий на все лежащее внизу, короче, очень красиво. И второе это Эйфелево башня, но это такое себе, это в половину, потому что это 115 метров. Там есть несколько площадок, за которые ты платишь, будучи у кассы. И вот мы с бабушкой мы посещали тогда Париж. Мы посетили второй уровень, второй этаж. Даже с этого момента казалось мне слишком высоко, потому что некоторые здания были не видны совсем, как будто какие-то муравьи внизу. Поэтому мне кажется, если бы мы забрались еще выше, было бы еще непонятнее и еще некрасивее, наверное. И ты бы просто получала удовольствие, наверное, от того, насколько высоко ты находишься. Но это тоже под вопросом. А так, не помню у нас, какая у нее высота, но явно не такая, как у башен, например. И в связи с этим я решила обозначить книжку тоже. Это, естественно, жутко громко и изопредельно близко Джонатана Сафрана Фуэра. Так как речь о Нью-Йорке, естественно, сразу всплывают те самые небоскребы, то вот эту книжку еще раз было бы не лишним, наверное, упомянуть. Хотя вы и так прекрасно все не знаете. Это еще старое издание, купленное, я не знаю, в каком-то бородатом году. Стоило 316 рублей. Просто моменты ностальгии невероятные. С ней у меня еще забавная история связана. Это 2013 год. Даже пересказывать не буду все происходящее здесь, потому что вы и так, наверное, знаете и то, как книга оформлена, и то, о чем она говорит. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Так хорош, чтобы название удвоили. Какую книгу ты перечитала недавно? На самом деле, пока что я, к сожалению, не перечитываю книги в основном. Единственная книга, которую я перечитала, это был «Шоколад» Роан Харрис. Я, помню, слушала ее в аудио. Слушала, причем, в Иркутске. Мне это очень момент запечатлелся, когда такая осень, очень красивая осень. Вокруг все рассвечено вот этими оранжево-красными листиками. Идет дождь. Я под зонтом иду, наслаждаюсь происходящим в наушниках, потому что там очень такая теплая атмосфера описывается картиной. И все это приятно входит в синергию, в общем-то, и достигает своего получателя, наверное. Но, тем не менее, я не продолжила слушать этот цикл дальше, хотя этот цикл вот именно что. Потому что, ну, как-то вот на четверочку оценила и подумала, что, в принципе, я не сильно горю желанием смотреть за тем, что будет происходить дальше. Но при этом с Джоан Харрис я продолжу знакомство и когда-нибудь прослушаю что-нибудь еще из ее репертуара. Мне Ксюша советовала тоже книжку. Короче, как-нибудь доберусь. Ну, и я думаю, тоже вы знаете, о чем это. Это про девушку с ее дочерью, которые забираются в небольшой городок, пытаются там организовать свой магазин шоколада. Но местный священник очень негативно настроен против этого. И он считает это каким-то дьявольским отродьем и саму женщину, ее ребенка, и тем более шоколад. И пытается настроить весь город против нее и против ее магазина, заставляя их проходить мимо. Особенно в моменты, когда по религиозным соображениям шоколад людям есть нельзя. И вот все это тоже всплывает. Там определенные тайны. Американский психопат, выводящий из равновесия книга, действие которой происходит в Нью-Йорке. Какая самая выбивающая склей книга из прочитанного тобой? Вот действие, которое происходит в Нью-Йорке, это только американский психопат, естественно, приходит на ум. Очень сложная для восприятия книжка, потому что она реально вот как будто бы написана от лица психопата. И там еще такой момент ненадежного рассказчика, когда ты не знаешь, правда ли это или вымысел происходящий. Потому что есть определенные нюансы. Один из которых наславится, а другой ты понимаешь, что возможно это все вообще неправда. И наш человек ничего подобного не совершал, а просто это все в его поражении. Короче, книжка заставляет сомневаться и выводит из равновесия, потому что описывает очень подробно те ужасы, которые человек совершает. И помимо этого она насыщена сложным описанием брендов, потому что вы находитесь в голове у человека, одержимого вообще вот этой культурой потребления, который постоянно покупает, покупает и покупает. Им очень важно, какого бренда какая вещь. И он это постоянно упоминает, одеваясь, одевается он часто в этой книге, принимая ванну, душ, занимаясь какими-то бытовыми делами, даже включая музыку. Каждый бренд, электроники или одежды, он упоминается и упоминается во много раз в книге, поэтому она воспринимается достаточно сложно еще и поэтому. Ну и вторая книга, которая просто выводит из равновесия, действия которой не в Нью-Йорке, далеко нет, это «Стик Даггерман. Остров обреченных». Про эту книжку я долго рассказывала очень. Она насыщена невероятными какими-то вещами абсолютно, которыми хочется поделиться, потому что вот она реально выводит из равновесия. Это не про какие-то аспекты выживания, это про то, во что превращается человек, находясь в условиях, когда за ним некому присматривать, когда нет никаких ограничителей, когда нет никакого стоп-механизма, когда вскрывается все то животное, что есть внутри, и оно не находит никакого сопротивления со стороны, и когда все выливается в потоке. Здесь описываются очень многие ситуации, и то, что происходит непосредственно на острове, оно смешивается с воспоминаниями людей, о которых мы читаем, и мы понимаем, что это за люди, более полное впечатление складывается об этом, и какие-то мотивы их поступков, а какими-то животными все равно они не были, всплывают, исходя из вот этого прошлого, которое мы изучаем тоже. Ну, в общем, подробно вдаваться не буду, но когда-нибудь я точно захочу прочитать эту книгу еще раз, потому что она вот, ну, невероятная в этом плане абсолютно. И автор вскоре после ее написания покончил с собой, потому что вот то, что он, наверное, в своей голове вынашивал на протяжении своей жизни, оно воплотилось в этой книге в том числе, и это очень сложно. И понятно, что если ты человек, который живет вот с этим, это действительно сложно и, наверное, несовместимо с жизнью. Ну, что, собственно, с чем, собственно, автор и разобрался вот таким вот методом. Где ты была, когда услышала новости про 11 сентября 2001 года? На этот момент мне было всего три года, поэтому мало что я могу сказать об этом, вспомнить. Но, как ни странно, вот я мало что, в принципе, про детство помню, у меня с памяти в этом плане проблемы, но что я смотрела телевизор и видела вот отрывки всего происходящего, оно запечатлелось очень вот надолго в моей памяти. И я помню, как реагировали взрослые окружающие меня тогда. Да, у нас была большая квартира, в которой жило очень много людей, очень много родственников, и постоянно телевизор был включен, а новости повторялись много раз в течение дня. Утром это каждые полчаса, по-моему, потом в течение дня, там, каждые два часа, или какие-то такие большие цифры, я уже не помню. Ну, короче, одна и та же новость постоянно транслировалась, дополнялась какими-то новыми сведениями, типа количество погибших, количество пострадавших. И все это вот очень ярко осталось в моей памяти, я до сих пор это вспоминаю. Когда я сидела на диване, передо мной стоит телевизор, я там занимаюсь какими-то своими детскими делами, и вижу вот все происходящее. Я помню, что тогда для меня, будучи ребенком, опять же, я не могла воспринять это в должной мере, и меня это несколько шокировало тогда. Мне было непонятно, почему из небоскребов идет дым огромный, почему там, где ставил целый небоскреб, осталась только половина, вот эти все мигалки. Короче, суета какая-то, этот такой напряженный голос диктора, он несколько выводил из равновесия, конечно. Но и опять же, отношение взрослых к этому всему происходящему, как они переживали тоже, как и восклицания, которые были, оно дополняло вот эту тревожную картину для меня. Ну и в связи с этим мне хочется упомянуть книжку «Место для нас», хотя больше подходила бы, наверное, жутко громко и запредельно близко, потому что она непосредственно связана с катастрофой, но «Место для нас» описывается семья мигрантов, которые перебираются как раз, по-моему, в Америку, и они испытывают на себе все трудности, вот произошедшего этого в том числе события, потому что после этого к людям внешности, похожей на тех, которые были причастны к всему происходящему, очень сложно относятся люди, особенно местные жители, их преследуют, те, у кого есть бороды, заставляют их сбрить, и в связи с этим огромное количество семей, которые ни в чем не повинны и никогда бы не позволили себе сделать чего-то подобного, не испытывали желания даже этого сделать, оказываются втянуты в круговорот вот этого недоверия, где-то агрессии, которая очень сильно вливалась на всю их жизнь и вылилась на их детей в том числе, которые пытались существовать, но подвергались буллингу в школе. И вот «Вместо для нас» это, в принципе, частично тоже описывается, те переживания, которые испытывает ребенок, находясь в школе, где его третируют за его внешность, и его отца за то, что он террорист, как там говорят, и со стороны этого взрослого человека, который просто живет свою жизнь, который просто хочет носить бороду, и это по религиозным соображениям стоит делать для него, но он подвергается постоянным нападкам просто за то, что он такой, какой есть, и живет там, где живет, а не в своей стране, куда его все отправляют постоянно. В общем, книжка такая, она мне не то, чтобы сильно понравилась, потому что она затянута местами, но вот именно со стороны эмигрантов, находящихся в стране, которая подвергается нападкам со стороны их страны, в свою очередь, очень так завуалированно описала, вот хорошо эта книжка описывает этот аспект. Любимый фильм, действие которого разворачивается в Нью-Йорке. Сложно на самом деле, потому что я не то, чтобы шарю за кино, не то, чтобы я активно в этой тусовке вращаюсь, я просто смотрю периодически какие-то фильмы, некоторые мне очень нравятся, и, возможно, некоторые я могу даже отнести в разряд любимых. Но чтобы в Нью-Йорке, таких нет. Я просто, если честно, посмотрела в гугле, какие вообще фильмы, действия которых происходят в Нью-Йорке, и выбрала те, которые я смотрела, которые мне понравились, поэтому я их сейчас озвучу. А если говорить именно о любимых фильмах, то это «Пираты Карибского моря». Я не знаю почему, но вот именно первая часть, она засела где-то глубоко внутри меня, и все ее уже оттуда не выкорчивает никак. Как-то сочетание всего, и приключений, и актерского состава, и самой этой актерской игры, и каких-то моральных сторон вопросов, заложенных внутри. И вот вся эта музыка такая эпичная, очень насыщающая. Короче, все вот это сыграло в хорошую сторону, и мне фильм очень понравился, и я бы пересматривала его много-много раз, и я, собственно, это и делала. И второй фильм, наверное, который войдет в разряд лучших, это «Джентльмены», потому что вот такая брутальная вещь, но при этом очень смешная местами, и местами ты просто не можешь не восхищаться персонажами, о которых там идет речь. Короче, понравился мне тоже этот фильм. Вот, и теперь переходим к Нью-Йорку непосредственно. Во-первых, это «Адвокат дьявола». Не могу сказать, что это вообще любимый фильм «Эвер», но такой достаточно приятный, описывающий немножко Нью-Йорка с такой мрачной стороны, потому что мы больше даже в Нью-Йорке находимся, а в каком-то странном воображаемом мире, наверное. «Завтрак у Тиффани», естественно. Вообще, я несколько раз тоже пересматривала его. «Секс в большом городе», конечно же. Ну, на секунду. «Области тьмы», такая крутая, крутой тоже кино. «Волкс, Уолл-стрит», «Исчезнувшая», хотя там, насколько я помню, речь больше про пригород, нежели про Нью-Йорк, но неважно. «Дьявол носит Прада». Тоже много-много раз пересматривала, его постоянно крутили по СТС, я помню, у нас телек был часто включен, как вы уже поняли, и, в общем, мы часто смотрели достаточно вот этот фильм. Хоть раз в жизни. Я даже сначала не вспомнила, что это, но потом поняла, почему я вообще смотрела, и в одно время я очень вообще вкрашилась в Киру Найтли просто. Мне очень нравилась эта актриса, мне нравилась вообще она в любых воплощениях, в фильмах, в рекламе, которые тогда на тот момент еще были, какие-то там духи, я помню, рекламировались. Я, короче, смотрела все, я была подписана на группу ВКонтакте, я читала про ее биографию, я узнала, что она оказывается больна дислексией, и восхищалась из-за этого ей еще больше, что она смогла преодолеть себя, и даже быть актрисой, читать сценарий, учить, собственно, эти слова, которые запечатлены на бумаге. И вот тогда посмотрела хоть раз в жизни, в котором, кстати, Кира Найтли еще и поет. И некоторые композиции можно до сих пор найти ВКонтакте, по крайней мере, точно. Насчет других сервисов не знаю. Не то, чтобы это прям какой-то обязательный для просмотра фильм, но вот из-за того, что, из-за вот этого моего восхищения, смысл фильма достаточно легкий, простой, очень часто повторяющийся, но такой приятный, в общем. Приятно провести вечерочек. Бывала ли ты в Нью-Йорке? Я уже ответила на этот вопрос. Каким был твой последний визит в этот город? Никаким, его не было. Но книжка, книжка есть у меня. Это Майкл Каннингем «Снежная королева», потому что здесь действие тоже происходит как раз в Нью-Йорке, и он абсолютно невероятно прекрасно здесь описан. Это Нью-Йорк снежный, Нью-Йорк зимой, когда все вот эти летящие снежинки за окном, когда ты приоткрываешь окно, и этот поток снега врывается внутрь, составая какой-то вихрь. В общем, все это очень красиво, очень снежно описано в этой книге. Она тоже не самая легкая для восприятия, наверное, и вот это снежное наполнение, оно скорее здесь для какой-то меланхоличности существует, но все равно книжка очень приятная, не лишенная смысла. И финал здесь был для меня просто умопомрачительный, потому что он для меня раскрылся несколько иначе. Иначе, и вообще вот эта сама тема с Каем и Гердой, она интересное воплощение здесь находит, и ты постоянно читая, думаешь над какими-то параллелями, думаешь, кто здесь Кай, кто Герда, кто есть кто вообще, как распределены здесь роли, и какие параллели они находят непосредственно со сказкой. Потому что неспроста такое название здесь есть, и эти параллели стоит искать, если вы не хотите упустить какой-то, возможно, еще смысл. Кто твой любимый живописец из Нью-Йорка или любимые изображения Нью-Йорка? Живописца точно не назову, я вообще, я не фанат, то есть для меня сложно вдаваться какие-то подробности, типа вот этот художник откуда он, какая у него биография, и про режиссеров тоже самое, про музыкантов тоже самое. Поэтому назвать именно автора, причастного к Нью-Йорку я не могу, но вот любимое изображение Нью-Йорка, мне почему-то вспомнилась афиша сериала «Десятое королевство». Очень красиво, и там вот этот Нью-Йорк, как вот этот гоблин на переднем плане. В общем, все очень прикольно так воплощается. В принципе, Нью-Йорк вот в этом сериале, он очень активно, активную роль играет, принимает участие активно, поэтому вот очень такое приятное восприятие этой афиши, по крайней мере, я могу ее сюда к этому вопросу отнести. И для того, чтобы книжку все-таки тоже упомянуть, я взяла щегла «Дональд Артт», собственно. Почему нет? Здесь Нью-Йорк, опять же, активную роль играет, особенно в самом начале, когда наше повествование только-только начинается. Когда мы смотрим за мальчиком и его матерью, который отправляется в музей для того, чтобы посмотреть на самую интересную для матери нашего главного героя Тео картину, это «Щегол». Происходит террористическая атака, взрыв в заведении, в связи с которым начинаются все дальнейшие события. И все это тянет за собой цепочку очень странного и необычного для нашего главного героя, в том числе, потому что он очень рано теряет мать, которая была центром его жизни, и без нее он не знает, как дальше существовать. И вот здесь мы смотрим за тем, как он все-таки это делает и удается ли ему это. Классная книжка, но вот у меня осталось такое впечатление, что какое-то тягучее. Я вспоминаю маленькую жизнь Инна Гехары, и вот как-то параллельные у меня некоторые находятся, хотя это достаточно странно, наверное. «Какая твоя любимая песня о Нью-Йорке?» Тоже. У меня любимой этой песни одной нет. Наверное. Вспоминается, естественно, песня «Синаторы», естественно, про Нью-Йорк с соответствующим названием. Но из книг все-таки, опять вернемся к литературе, я упомяну здесь Ника Хорнеби «Голую Джульетту». Эта книжка активно связана вообще с музыкой, она очень музыкальна, она проникнута вот этой любовью к музыке, этим фанатизмом жгучим. У нас тут супружеская, ну не супружеская даже пара, потому что они в отношениях юридических не состоят, они просто живут вместе, в которых на самом деле ничего не связывает, кроме фанатизма к определенному исполнителю, который на самом деле женщина разделяет в меньшей степени, нежели мужчина, но вот это их связывает до поры до времени, пока не находится что-то еще более интересное или пока не рушатся какие-то идеалы, которые были возведены на протяжении этого долгого времени. И вот все здесь завязано на этом, короче, на фанатизме. И мы будем смотреть за исполнителем одной группы, которая внезапно когда-то просто исчез, и никто не знает, где он, и вот фанаты за ним охотятся, и строят какие-то догадки насчет того, существует он вообще или нет, или он давно умер, и пытаются найти какие-то остатки его творчества постоянно, делая вид, что находят что-то новое, и вид находят реально, и преследуют там места, где он существовал когда-то, посещают места, которые посещал когда-то он. В общем, такая фанатская очень тема, и Снежане эта книжка очень понравилась, потому что ей нравится музыка. Короче, роман музыкальный. С каким ароматом у тебя ассоциируется Нью-Йорк? Я думаю, что очень многие назвали бы здесь аромат именно духов, парфюм, но я хочу назвать аромат еды. Аромат еды. Я была, мне особо не с чем сравнивать, то есть я не знаю, так ли это на самом деле, но я была в Дублине, это тоже очень большой, крупный город, и я вспоминаю, как я иду, дует просто невероятный ветер прямо в лицо, поэтому я иду, ставившись в асфальт, а на асфальте просто несколько слоев жвачки налепленной, в принципе, очень грязно, какой-то мусор валяется, и до меня ветер доносит обрывки вот этого запаха еды, где-то хот-догов, где-то просто что-то жарится во фритюре, какие-то, где-то рыбы, возможно, которые продают вот здесь же в лавке. Все это, в общем-то, входит в соприкосновение, и картина такая полная получается. И вот мне кажется, что в Нью-Йорке примерно так, потому что там так же, как и в Дублине, 100% очень много всяких питейных заведений, ресторанов, кафешек и, в принципе, забегаловок, открытых каких-то кухонь, возможно, поэтому запахи эти насыщают этот город, как мне кажется, по крайней мере в центре, где постоянно кипит эта жизнь, бурлит, и вот мне кажется, запах там именно такой. Особенно если ты идешь в какой-нибудь подворотне, куда выходит вся эта вентиляция с ресторанов и кафе, и там этот запах ощущается особенно остро. И, возможно, где-то даже запах отходов, потому что они тоже обычно стоят, все эти баки в подворотнях. Вот какое-то такое у меня, в общем, такое представление у меня о запахе Нью-Йорка. И в связи с этим мне захотелось упомянуть роман, вообще никак не связанный с Нью-Йорком, даже с веком, в котором Нью-Йорк вообще был создан. Это пир Джона Сатурнала Лоуренса Норфолка. Это история про Средневековье. Почему я ее здесь упоминаю? Потому что она очень активно передает, она очень тактильна. Все, я бы так, наверное, выразилась, потому что все описания еды, все описания приготовления, описания запахов, они настолько до тебя доходят, настолько автору дается их тонко и четко описать, что они достигают своего получателя, и ты как будто бы сам находишься в центре всего происходящего, как будто ты сам ешь эту еду, ощущаешь вот эти все запахи, как будто ты просто находишься там. Поэтому вот эта книжка именно в плане аромата, наверное, она тоже очень хорошо передает смысл этого вопроса. Тэнга, возможно, даже не знаю. Вот, все, все. Было прикольно, кстати, интересно находить вот эти параллели книжки под вопросы даже там, где книжка не подразумевалась вообще. Спасибо, что были со мной. Мы скоро увидимся.